Всем привет! Это, короче, Слащенко, как всегда, даю такую короткую ретроспективу событий, которые происходили на минувшей неделе. Встреча Байдена с Макроном, конечно, очень важная встреча. Всем понравилось, как Байден почти минуту, больше 30 секунд не отпускал руку Макрона. Очень тепло ее, так сказать, тряс, и было видно, что Макрон ему очень нравится. Ну и разговор, конечно, у них был тоже очень важный. Одна из центральных тем, это была тема все-таки Украины. И тогда же, 1 декабря, когда они встретились, Байден сразу же был брифинг, и Байден сказал, что Путин думает, что может сломить волю тех, кто выступает против вампирских амбиций, но у него ничего не получится. Самый главный результат этой встречи – это то, что Украина будет получать материальную помощь, будет получать новое ПВО и новое оружие. И это очень важно для нас, вы это знаете не хуже меня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые употребил слово «война» вместо вот этого их специальной военной операции. И он признал, по разговору с пропагандисткой Скобеева, признал, с Украины сказал, мы же не просто так встали, поскольку нам не понравился Зеленский, потому что там то-то и то-то. А это же не просто так все. Мы предупреждали долгие-долгие годы, что мы пойдем войной на Украину, и мы пошли войной на Украину. Ну вот, собственно говоря, что и требовалось доказать. Выступил также на этой неделе и Рогозин, космонавт Рогозин, бывший глава Роскосмоса, который добавил, собственно говоря, то, что он должен был добавить к речи Лаврова. Он сказал, что на территории Украины Россия воюет с НАТО. Ну, в общем-то, по несчастливому стечению обстоятельств этот человек был одет в форму НАТО. Понимаете, когда чиновник говорит, что его сторона воюет с НАТО, и он воюет с НАТО, будучи одетым в форму НАТО, выглядит это, ну, знаете, как плохая перета. Ну, собственно говоря, они все сегодня, все, что делает Россия и все, чем она занимается, это, конечно же, чистая пародия. И в выступлениях пропагандистов, и в выступлениях военных, выступлениях чиновников, все это пародия, и, знаете, часто похоже просто на дурной сон. Россия готова покинуть территорию Энергодара в обмен на бесперебойный транзит нефти и газа через Украину. Пишет об этом Росмин, по крайней мере, ходят такие слухи, об этом пишут многие сайты. И, как говорят, Кремль планирует передать АЭС либо Украине, либо МАГАТЭ. Источники утверждают, что и в Кремле, и в правительстве есть готовность к этим переговорам, но и что вот транзит нефти и газа очень важен для бюджета России. Какое примет решение украинская власть, украинское правительство, мы увидим. Потому что, ну, даже наши западные партнеры говорят о том, что Украина, только это Украина дело. Когда проводить переговоры, какие решения принимать и как воевать, это только дело президента Зеленского как главнокомандующего. Ну, грозный рубак и Медведев высказался в очередной раз. Он сказал следующее по поводу патриотов, которые предложила нам передать в Польше. Если НАТО поставит киевским фанатикам комплексы патриот вместе с натовским персоналом, они же сразу станут законной целью для наших вооруженных сил. Я думаю, надеюсь, атлантические импотенты это понимают. Ну, конечно, Медведев большой знаток импотенции. Я думаю, что его жена Светлана об этом прекрасно знает. Может, поэтому она его покинула в эти непростые для их жизни годы. Но говорят, что он всю жизнь был подкаблучником. В конце концов, даже в таком виде его жена не выдержала и его оставила. Ну что ж, поэтому кому как не ему говорить об импотенции, да, кого бы то ни было. Большой скандал с телеканалом «Дождь», я думаю, многие из вас знают. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс выступил за лишение лицензии российского телеканала «Дождь», который с началом полномасштабного вторжения, как вы знаете, как многие из вас знают, переехал в Ригу. Что случилось? А случилось в следующем эфире. Один из журналистов телеканала «Дождь» высказался на тему, что, ну, говорил о российской армии, назвал ее «наша армия», и сказал, что если вы что-то знаете там о проблемах, да, в нашей армии, о том, как плохо снабжают эту армию, вы нам сообщаете. Вот. И, конечно же, конечно же, это возмутило очень многих, это естественно. Причем высказались и журналисты, этот журналист уволен. И Сео «Дождя», руководители «Дождя» сказали, что они уволили журналиста, хотя им было очень неприятно это делать. Он известный журналист, он полноценный член коллектива был, но они понимают возмущение и в Латвии, и в Украине, и поэтому они вынуждены так сделать. Но он имел в виду не то, что он сказал, а имел в виду, что это другое. Знаете, я небольшой охотник до медийных срачей, вы это прекрасно знаете, я неоднократно говорила вам, но я посмотрела внимательно эфиры, вот этот кусочек, и задается мне, что парень сказал то, что он хотел сказать. Но там как-то по-другому это расценить невозможно. Он позже сказал, что он имел в виду, что наговорился, что он имел в виду, что они собирают сведения о каких-то, я не знаю, в российской армии пытках, там еще о чем-то, сведения о том, как относятся к мобилизованным. Но сказал он совершенно другое, вы можете пересмотреть этот эпизод, он есть в Ютубе, и мне кажется, что его расценить как-то по-другому практически невозможно. Комиссия по расследованию нарушений в Украине, назначенная Советом ООН, по правам человека изучает, можно ли квалифицировать обстрелы России украинских энергетических инфраструктур, как военные преступления. Знаете, я когда читаю такие вещи, просто, честно говоря, хочется нецензурно выражаться. Что значит, изучают ли? То есть они бомбят наши электростанции, наши подстанции, бомбят наши мирные дома, убивают наших людей. И у комиссии, у Совета ООН есть какие-то сомнения на эту тему? Если это военное преступление или нет, а тогда что военное преступление? А тогда что? Если уже приезжали в Бучу, смотрели? Если видели город Мариуполь, если сейчас видят, как Бахмут стирает с лица земли, если видят, что становится с нашими, что половина Украины, да, фактически находится без света и без тепла, что тогда нужно сделать для того, чтобы это квалифицировать как военное преступление? Вот, честно говоря, просто удивительно. Вот. А я вам прочитаю цитату, сейчас просто зачитаю. Павла Дегреева, да, члена комиссии, который был в пятницу в Киеве. Часть анализа, которую мы осуществляем по состоянию на сейчас, является ли это то, являются ли эти атаки России на энергетическую инфраструктуру военными преступлениями, сказал он на пресс-конференции. Ну, хорошо, посмотрим, какие будут выводы. Михаил Подоляк пообещал через шесть месяцев включиться в эфир украинского канала из набережной в Ялте. Ну, что ж, мы все будем счастливы. Может быть, многие из нас захотят приехать в Ялту, чтобы присутствовать при этом, потому что действительно Крым – это именно та цель, которая, как мне кажется, убьет Путина окончательно, просто раздавит этот режим. Крым украинский был, есть и будет. И в этом нет никаких сомнений. Хотя некоторые газеты вроде The Economist пишут о том, что попытка Украины вернуть Крым будет кровавой, трудной, и на западную поддержку вряд ли можно будет рассчитывать в этом деле, потому что, конечно, с одной стороны, Киев стал ближе после ряда успешных наступлений к этой цели, а с другой стороны, конечно, на Западе опасаются, что операция по возвращению Крыма или Донбасса может подтолкнуть Россию к эскалации. Слушайте, ну, знаете, расистов боятся в лес не ходить, сколько можно опасаться. Они уничтожили половину наших инфраструктур, они убили массу украинцев, десятки тысяч. Ну, чего там опасаются на Западе, уже не имеет вообще никакого значения, как мне кажется. Это точно. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает отчудить. Он заявил, что и в дальнейшем не будет поддерживать план Европейского Союза о предоставлении Украине 18 миллиардов евро. Ну, то есть про шарфик он там что-то рассказал, да, что там какая-то у него фигня была на шарфике нарисована. А теперь вот он сделал заявление еще серьезнее. 18 миллиардов евро помощи в следующем году для Украины он не поддерживает, и Венгрия не поддерживает. Цитата. Мы не поддерживаем взятие общего кредита ЕС для этой цели, поскольку не хотим, чтобы ЕС превратилось в сообщество, государство, имеющее общие долги, ну и так далее, бла-бла-бла. Слушайте, ну, мы уже привыкли к тому, что иногда европейские чиновники, политики и некоторые общественные деятели заявляют какую-то полную чепуху. Я даже понимаю, почему. Когда ты сидишь в тепле, когда ракеты не свистят над твоей головой, когда твои люди имеют связь и свет, конечно же, легко разговаривать про долги, про экономику, про выгодно, невыгодно, но история уже видела такие примеры, да, и когда начнется Третья мировая, тогда уже будет поздно рассуждать обо всех этих вещах. Нужно сейчас проявить максимум, как мне кажется, собранности, прагматичности и понимания, с какой Россией мы имеем дело. Российские пропагандисты как-то изменили на этой неделе свой тон. И сначала Маргарита Симоньян заявила о том, что, поймите, сказала она своим зрителям, если, не дай бог, Украина победит, то даже кремлевский дворник поедет в Гаагу. Честно говоря, я бы не обратила на это внимание, если буквально через два дня следующая подруга ее по несчастью, Скобеева, не сказала практически то же самое. Если Украина победит, не дай бог, конечно, сказала она, выпучив глаза. Иногда страшно, что у нее базидова болезнь. Знаете, так она выпучивает эти глаза. Вот если Украина победит, не дай бог, то мы все бы виноваты. Они всех нас поведут типа на расстрел. То есть российские пропагандисты пытаются внушить, навеять народу России, что гражданам России, что все не повязаны уже кровью-то войной. Никто не выскочит просто так, да, безвозмездно, то есть даром. И, конечно, это какой-то новый темник со стороны российской власти. Мы будем смотреть внимательно, что там происходит, а пока неприятности у группы Пригожина. Конгресс США внесли соответствующий законопроект о том, чтобы признать ЧВК Вагнер террористической организацией. И вполне возможно, что это будет реальностью. Документ называется этот о привлечении к ответственности российских наемников. Когда он вступит в силу, в течение 90 дней ЧВК Вагнер признает иностранной террористической организацией. Так что, в принципе, для Пригожина это уже не шуточки. А в Китае, друзья мои, это уже финал. В финале, скажем, в Китае выступления не смолкают, они только ширятся. И, честно говоря, непонятно, чем это закончится и что происходит в такой закрытой стране. Говорят, что эти выступления и протесты связаны с тем, что уже который месяц длится в Китае карантин по поводу ковида. Очень многие люди потеряли рабочие места, очень многие люди потеряли работу. И никогда так еще не критиковался лидер Китая Син Цзепин, как в нынешнее время. Вот такая вот история на этой неделе. Все про эту неделю. Встретимся обязательно через неделю. И слава за Саул!